Итоги газификации в Тверской области за прошлый год и планы на текущий рассмотрели на заседании регионального правительства, которое 29 марта провел губернатор Игорь Руденя. Напомним, что в 2020 году Верхневылжа в числе первых субъектов страны подписала с Газпромом региональную программу газификации до 2025 года. За прошлый год в регионе построено 19 объектов газовой инфраструктуры в 15 муниципалитетах. Общая протяженность газовых сетей увеличилась более чем на 187 километров, что позволило подвести голубое топливо к 2230 домам. Кроме того, газификация позволяет создавать новые рабочие места и расширять действующие производства. А сейчас уровень газификации Тверской области составляет 68%. Мы сегодня видим, как динамично ведется газификация и юго-западной зоны, и северо-восточной зоны нашей области. Это даст, наверное, новый толчок в развитию экономики, тем более в сегодняшних условиях, когда большие темпы импортозамещения, когда большие темпы вложения средств и инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Поэтому газификация – это очень благодатное и благоприятное, наверное, мероприятие, которое связано с развитием всей территории Тверской области. Во время заседания губернатор обозначил ключевую задачу к 2024 году – газификация всех ранее негазифицированных районов Тверской области. Природный газ придет на юго-западные и северо-восточные территории. Это ключевая задача, потому что мы видим, что прямая связь между социальными процессами и процессами развития инфраструктуры – это прямая зависимость. Поэтому особенно все наши небольшие муниципалитеты, которым надо добавить экономического потенциала – это Краснохолмский район, Молоковский район, Весегонск, Максатиха, Лесной район, Сандовский район, Санковский район, увеличение процента газификации. В этом году завершается строительство внутрипоселковых газовых сетей в Красном холме. Запланировано строительство в Нелидове и Оленино, а также ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода высокого давления от деревни Квакшина до Игнатова в Калининском районе. Построены внутрипоселковые газовые сети в Жарково и Молоково. Пуск голубого топлива начнется после завершения строительства межпоселковых газопроводов в этом году. Программа газификации, которую «Газпром» поставил перед собой, выполняется полностью. В этом году будет построено 7 объектов общей протяженностью 215 километров. На сегодняшний день построено 69 километров. Так что программа выполняется и будет выполнена в полном объеме. В некоторых газифицированных населенных пунктах имеются негазифицированные проезды и улицы. А значит, есть дома, которые не подключены к газу. В Церской области ведется работа по бесплатному подведению газа до границ домовладений. Заявки на подключение поступают через единого оператора газификации, клиентские центры и МФЦ. Газификация региона делает его более привлекательным для инвестиций. Кроме того, когда на мировом рынке идет пересмотр взглядов на поставку газа в условиях санкции, переориентирование на внутренний спрос – толчок для развития собственных территорий. Когда меняется ситуация на внешнем рынке и решается вопрос с газопоставкой в Европу, очень важный момент для региона – это использование тех возможностей, которые дает пересмотрение приоритетов «Газпрома». Ориентация на внутренний спрос может дать возможность Тверской области усилить региональную программу газификации. Всего в 2022 году планируется строительство 288 километров межпоселковых и распределительных сетей. А также предполагается газифицировать 21 населенных пункт и более чем 6300 домовладений.